Всем привет, с вами ВП, и сегодня я расскажу вам, что делать, когда выпали все возможные деньги и бабло. Мне кажется, на мой косяк в прошлом видео обратили внимание все, кроме меня во время монтажа. Так вот, нужно начинать коллекционировать тачки. Но, если с теми машинами, которые в автосалоне все просто, взял да купил, то с машинами, которых нет в шоуруме, но вы их часто можете видеть в игре, все гораздо сложнее. К сожалению, не все из таких тачек есть у меня в гараже, но я точно знаю, где их найти и, конечно же, поделюсь этой бесценной информацией с вами. Хотя нет, цена известна, лайк и подписка. Поехали! Разобью все на категории, чтобы было удобнее ориентироваться. И, конечно же, никаких спойлеров, где находятся раритеты, палить не буду, например. Для этого есть специальные карты и все прочее. И еще небольшой, но очень полезный лайфхак, за который точно нужно лайкнуть видео. Чтобы увидеть или узнать название всех машин в игре, нужно подъехать к любой гонке, создать свою схему и при выборе темы машин найти пользовательские. Все просто. Итак, начнем с малого и постепенно будем переходить к самому интересному. Обладатели версии Ultimate получили в свое распоряжение Best of Bond Car Pack, где собрано целых 10 автомобилей Бонда. Купить это и последующее дополнение можно и отдельно, но это не такая уж и новость, поэтому не будем останавливаться надолго, как и на VIP-тачках. Как следует из названия, владельцы VIP-а получают целых 3 крутых тачки бесплатно. Ford Transit Super Sport 1 Forza Edition, Nissan Titan Warrior Concept Forza Edition, Pagani Zonda R, опять же Forza Edition. В ту же кассу идет и формула Drift Car Pack. Эта DLC выдавалась за предзаказ и включает 7 крутейших дрифтовых машин. Купить, опять же, можно и сейчас. Есть еще одно типа DLC, называется Car Pass. Входит в комплект Deluxe Edition и Ultimate Edition. Но если у вас простая версия, купить это дополнение точно стоит. Потому что на протяжении 21 недели вам будут выдавать по 2 машины каждую неделю. Таким образом, в конце будет 42 тачки, а это на секундочку половина автопарка какого-нибудь Need for Speed Payback. Каждый сезон не забывайте покупать и машины в магазине Forza Phone. В автосалоне их купить потом не получится. Целых 15 машин разбросаны по всему миру Forza Horizon 4 и ждут, пока вы их найдете. Вот весь список на сегодняшний день, но где их искать, рассказывать не буду. Единственная сложность здесь, это машины сезонные. Некоторые, казалось бы, простые тачки из автосалона скрывают в себе много интересного. Все вы знаете, что такое автоталанты. И для каждой из машин можно выбрать свои плюшки. Где-то опыт, где-то рулетки, а где-то уникальные тачки. Lamborghini Miura скрывает в себе очень даже неплохой автомобиль. Lamborghini Revencion Forza Edition. Конечно, для этого нужно очень много очков, но оно того стоит. Mercedes-Benz 300 SL. Скрывают в себе Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series Forza Edition. Ох, язык можно сломать. Да простит меня мой учитель английского языка за все дальнейшие названия. С английским у меня, кстати, было не очень. Ну, не об этом. Следующая машинка Nissan R390, которая скрывает в себе Nissan Nismo GTR LM Forza Edition. TVR Sagaris открывает внезапно TVR Sagaris Forza Edition. В игре есть разные истории, и по достижении 10 уровня в них вам откроются уникальные автомобили. Но для этого придется реально попотеть. Некоторые испытания требуют очень хороших умений. Дойдя до 10 уровня в испытаниях типа Трюкач, вы откроете Dodge Challenger SRT Demon. Дрифт Клуб дает доступ к Ford Mustang Boss 302. La Racer Chevrolet Monte Carlo Super Sport. Дорожные рекордсмены в аренде Zenvo ST1. И к выходу готовится новая история Бродвей. Бентли 8 Литр Лир. Блин, да. Ну, я думаю, вы поняли. Название лучше напишу. Приватизировав самое дорогущее жилье, а если быть точным, то целый Эдинбургский замок, можно получить очень дорогую машину Alpha Romeo P3 ценой 10 миллионов. В игре есть куча активностей, дрифт-зоны, полицейские радары и так далее. И за набор уровней в каждой из этих дисциплин тоже полагается награда. За 11 уровень полицейских радаров – Noble M600. За 11 уровень скоростных участков – Arial Atom 500 V8. За внезапно 8 уровень дрифт-участков – BMW M3 2005 года. Та самая машинка из Need for Speed Most Wanted. За набор уровней в гонках тоже полагаются ценные призы. И временами это как раз нужные нам машинки. Перечисляю. В серии автокросс полагается нам за 4 уровень – Jeep Trailcat. За уровень 8 – Jeep Grand Cherokee Trackhawk. И за 14 уровень – Penhalse Cholla. В грунтовой серии можно открыть на 4 уровне – Ford RS200. На 8-ом – Ram 2500 Power Wagon. И на 14-ом – Renault Alpine A110 – 1600S. В шоссейной серии набор просто замечательный. За 4 уровень – всего лишь за 4 уровень – Lamborghini Huracan LP 610-4. За 8-ой – Porsche Cayman GTS. И за 14-ый – Jaguar XKRS GT. Бесприятных бонусов не останутся и гонки типа Дух улиц. Четвертый уровень открывает легенду. Просто самую настоящую легенду – Nissan Skyline GTR WS-Pets 2. Восьмой уровень дает доступ к Renault Leo Williams. И выбиваемся из стандартов – 17-ый уровень. Хуниган Раухвелд Бегриф Порше 911 Turbo. Думали это все? Не тут-то было. Есть целых 37 машин, которые падают исключительно в рулетках. Ну, почти там дальше разберемся. И этот список – не окончательный. Пробежимся по нему коротенько. Альфа Ромео 8C Competition – Forza Edition, год 2007. Альфа Ромео Джулия Квадрофолио – Forza Edition, год 2017. Алюми Крафт Класс 10 Рейс Кар – Forza Edition, год 2015. Астон Мартин Вулкан – Forza Edition, 2016 года. Аустин FX4 Taxi, 1964 года. Бывает такой и Forza Edition версии, но где его взять – без понятия. Пока еще нигде мне не попадался. Бентли Континенталь GT Speed Forza Edition, 2013 года. БМВ М5 Forza Edition, 1988. БМВ М6 Коуп Forza Edition, 2013 года. Кадиллак XTS Limousine, год 2013. Шевроле Камаро Z28, 1979 года. Шевроле НОВА Супер Спорт 396 Forza Edition, год 1969. Форд Краун Виктория Полис Интерцептор, 2010 года. Форд F-150 СВР Раптор, 2011 года. Форд Фалкон XA-GT-HO Forza Edition, 1972 года. Форд SVT Cobra R, 1993 года. Форд XB Falcon GT, 1973 год. Хонда Цивик Тайп Р, 2004 года. Хонда NSX R, 2005 года. Хуниган Шевроле Напалм НОВА, 1972 года. Хаммер H1 Альфа, 2006 года. Джип Гранд Широки SRT, год 2014. Ламборгини Авентадор LP704 Forza Edition, 2012 года. Ламборгини Авентадор LP750-4 SV, 2016 года. И эта машинка еще дается за достижение пятого уровня лиги в ранговых заездах. Лянча Дельта HF Интегралей Эво, 1992 год. Лендровер серии 3 Forza Edition, 1972 года. Ее можно было купить, кстати, и в одном из Forzafone, который проходил зимний вроде бы. Лотус 211, 2009 года. Лотус Элис 111С, 2005 года. Мерседес Бенц Е63 AMG, 2013 года. Мини Джон Купер Воркс JP, 2012 года. Ниссан Нисмо GTR LM, 1995 года. Понтиак Файерберд Транс АМ СД455, 1973 года. Порш КН Турбо, 2018 года. И еще дается, опять же, за те же достижения 10 уровня лиги в ранговых заездах. Subaru Impreza VRX STI 2004 года. Volkswagen Global Rally Cross Beetle 2014 года. Volkswagen Golf R 2010. Volkswagen Type Deluxe Forza Edition 1963 года. И Catterham Superlight R500 Forza Edition 2013 года. Есть еще 8 машин информации, по которым я не нашел, но они точно есть в игре. Название оставлю в описании, если вы знаете, как их получить, пишите в комментариях, будет очень полезно всем. На момент записи видео, это полный список всех машин, которые нельзя купить в автосалоне. И тут же лайфхак номер 2. Все эти машины можно купить на аукционе, но сделать это порой проблематично. За Каеном я охотился недели 3, а кто-то в первый день смог купить, тут как повезет. Тот же Мерседес Е63 я пытаюсь купить до сих пор. На этом все, если какую-то машину я пропустил, обязательно напишите. И не поскупитесь на лайк. Всем подписчикам удачи, всем кто еще не подписан, дерзайте и само собой тоже удачи. Пока.